Четырёхмесячный детёныш панды, родившийся в московском зоопарке, наконец-то получил имя. Самку назвали Катюша. Имя означает «вечно чистая». За него проголосовали тысячи пользователей в ходе онлайн-голосования. Это первая панда, родившаяся на территории России. Она появилась на свет в конце августа 2023 года от пары больших панд Жуи и Дин Дин. Они прибыли в зоопарк из Китая в апреле 2019 года. По состоянию на 3 января вес Катюши составил 8 килограммов 670 граммов, а длина – почти 80 сантиметров. Прибытие панд в Москву произошло после многих лет сотрудничества с заповедником больших панд в китайском Ченду. Между тем, южнокорейский зоопарк в среду представил новых панд-близнецов. Детёныши Жуйбао и Хуэйбао отмечают полгода с момента рождения в парке развлечений Эверленд в Йоныне к югу от Сеула. По словам представителей парка, каждое утро они будут показываться перед публикой со своей мамой только по несколько часов. Это поможет им адаптироваться. «Близнецы Жуйбао и Хуэйбао сегодня отмечают свой 180-дневный юбилей. Их кормила мать, и они достигли стадии, когда могут достаточно хорошо ходить и следовать за матерью». Самки родились в парке развлечений в июле. У них есть старший брат Фубао, который появился на свет в 2020 году. Он стал первой пандой, родившейся в Южной Корее. Отметим, что Китай предоставляет своих панд не бесплатно и только в аренду на 10 лет. По истечению этого срока бамбуковых медведей либо возвращают, либо продлевают контракт. При этом все детёныши, родившиеся в зоопарках по всему миру, считаются собственностью Пекина. Когда они достигают определённого возраста, их обязаны отправить в Китай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова